Чем больше материалов для творчества у ребенка, тем лучше. Например, лепка. Сейчас существует огромное количество вариантов, из чего лепить. И каждый из них имеет свою тактильность, свои ощущения, свою структуру. Какой-то пластилин более мягкий, его лучше использовать для первого знакомства с лепкой, когда ребенок маленький. Например, мягкий пластилин, тесто для лепки, воздушный пластилин, разные формочки, оттиски, скалочки, выдавливалки. Все это тоже будет огромным плюсом, потому что это расширяет творческий потенциал ребенка при взаимодействии с разными материалами для творчества. Плюс лепки заключается еще в том, что ребенок сразу может наблюдать результат своего творчества. Если, например, это воздушный пластилин, он застывает, и вот этими фигурками можно продолжать играть. Ну и, конечно, не оставляйте без внимания генетический песок. Там он сыпучий и, возможно, не нравится мамам, но то, что это влияет позитивно на развитие ребенка, это факт. Лепка развивает мелкую моторику, это вы все знаете, но помимо этого способствует и развитию воображения, пространственного мышления, речи. Отличный вариант сделать тесто для лепки самостоятельно. Подробный рецепт есть у меня в профиле.